Да, вот она, такая Prodexpo 2022. Крупнейшая выставка продуктовой индустрии в России. Стоп, я сказал, в России, в Восточной Европе. Prodexpo входит в десятку крупнейших тематических выставок в мире. Пандемия негативно сказалась на выставочно-конгрессной деятельности. Более двух сотен российских компаний, работавших в этом направлении, за последние два года перестали существовать. Так что Prodexpo – это как луч доброй надежды. Не только для России, для мировой индустрии. Проводите выставку – значит, живо направление. Не надо всем пока в виртуальные форматы уходить. Так рассуждают и западные коллеги. Очень надеемся на то, что сегодняшний тренд, который у нас родился в предыдущем году, сохранится. И сегодня мы открываем новую страницу выставочной индустрии. 2050 компаний в этом году зарегистрировались для участия. А среди гостей полмира точно – посетители из ста стран на выставке. От Алтайского края около 30 компаний. Часть представили собственные стенды, другие разместились на общем, региональном. Ирина, скажите, вот это все неизбыточно ли оно? Ведь сегодня мир все чаще переходит в онлайн-форматы. И даже выставки, они проходят в виртуальном режиме. Это абсолютно неизбыточно. Это очень востребовано среди производителей Алтайского края. У нас 18 предпринимателей участвуют в коллективном стенде. И здесь происходит очное заключение контрактов международных, бежрегиональных, чего мы ожидаем в предстоящие дни работы на выставке наших компаний. Так думают и представители бизнеса еще из 46 регионов России. Для них основная работа в дни выставки – общение с другими участниками. Это и поставщики технологий, и закупщики продукции, у которых есть возможность напрямую познакомиться с руководителями направлений. Представители Китая, Монголии, стран СНГ готовы покупать российское и ищут регионы, с которыми могут сотрудничать. Конечно, цена продукции на первом месте при принятии решения, но и транспортное плечо важно. Я приехал на Экспо из Монголии, и мы ищем возможности импортировать товары, особенно произведенные в России. И меня очень интересуют особенно продукты питания, поскольку сектор продуктов питания в России очень развит. Особенно это касается технологий и вкуса. И мы можем импортировать даже сметану, у которой очень короткий срок годности – около 30 дней, потому что цена у нее все равно очень конкурентоспособная. Близость регионов позволяет организовать доставку. Но на выставке представитель Монголии может работать не со всеми компаниями, только с теми, у кого есть необходимые экспортные сертификаты. Впрочем, это как раз вопрос решаемый. Ряд региональных стендов организован центрами «Мой бизнес». Они в регионах как раз помогают экспортерам. Самыми популярными, естественно, услугами по развитию экспортного направления является участие в международных выставках в формате коллективного стенда, а также участие в международных бизнес-миссиях. В частности, в первом квартале 2022 года мы планируем международные бизнес-миссии в Азербайджан, Турцию, Монголию, Беларусь. На стендах компаний идут постоянные переговоры. Не все с потенциальными партнерами. Встречаются здесь и те, кто уже начал сотрудничество, а теперь хочет его укрепить. И пришли искать новых поставщиков интересных вещей из Руси, потому что знаем здесь много здорового питания, которое в Европе не продается. Летом едем в Алтай. Продекс-по-выставка, где встречаются представители одной отрасли, но из разных регионов. А сами компании порой похожи. Родились примерно в одно время. Вышли за пределы региона. Результатов достигли похожих. Только одни, например, родились в Сибири, а другие в европейской части России. Тем встречи и интереснее. Можно сравнить сценарии развития, да и научиться друг у друга чему-то. Здесь, на самом деле, каких-то таких секретов нет. Не бывает чудес. Сложно продавать продукт, который плохого качества, невкусный. Простые правила. Отличайся, делай вкусный, качественный продукт, который нравится потребителям. Тестируй его, проводи опросы потребителей. Участвуй во всевозможных конкурсах, где оценивают эксперты. И все, и поддерживай марку. Тут никаких секретов нет. Все достаточно просто. Регионы разные. Сложности, похожие у всех, кто в одной отрасли работает. Взять ту же молочную промышленность. Каждый год цены то растут, то падают на сырье. К взаимному недовольству и фермеров, и переработчиков. Алтайский край делится своим опытом. Если в селах развивать сельхозкооперацию, то переработчики и фермеры будут общаться напрямую, без посредников. И цены могут быть стабильными весь год. Для сети важен объем и постоянность. Это ключевое. Ни один сельхозковопроизводитель в одиночку не готов круглогодично, круглосуточно, в нужных объемах поставлять продукцию. Объединившись в кооператив, выпуская продукцию под одним брендом, под одной маркой, это позволяет быть партнером надежным торговой сети. Фуд-индустрия отвечает на новые экономические вызовы. Стоимость сырья, растущие транспортные издержки. Все это вынуждает искать новые технологии, так чтобы качество продукта сохранить. «Продэкспа» — это не только о еде. Это еще и о сопутствующих отраслях. Например, об упаковке. Она меняется как раз потому, что производители хотят снизить расходы. Рост цен на все позиции по сырью и материалам где-то на 150%, где-то на 30-40%. Поэтому все компании, которые представляют продукцию в этом году, говорят о технологичности. Любой вид упаковки за последние 10 лет снизил свой вес на процентов 20-25. Это существенно. Например, стеклобутылка стала гораздо легче, чем это было когда-то. Пэт-бутылка стала гораздо легче, чем это было когда-то. Потребление продуктов питания меняется. Казалось бы, алтайское подсолнечное масло. Чем можно удивить? Да, это один из брендов региона. Но на «Продэкспа» рядом с традиционной упаковкой спреи. И это не просто подсолнечное масло. Здесь и облепиховое, и масло грецкого ореха, кедрово-подсолнечное, подсолнечно-оливковое. Всего 14 наименований под брендом «Алтария». Большинство наших масел нерафинировано. Это означает, что это продукт холодного отжима. Очень нежный, очень быстро портится при соприкосновении с воздухом, с кислородом и солнечным светом. Поэтому вакуум находка, и масло остается продуктом для здоровья, полезным и свежим всегда. Используя наши спреи масла, вы всегда можете дозированно подать масло на большую поверхность с минимальным количеством. Три режима нажатия – большая поверхность, минимальное количество масла. Сам продукт уже знаком жителям Германии, Монголии, Китая, стран СНГ. На выставке интерес к компании «Алтария» у представителей фуд-индустрии из Израиля, Арабских Эмиратов, США. И на стенд они уже идут целенаправленно посмотреть, что нового представил алтайский производитель. А новинка этого года – масло из виноградной косточки. Продукт, богатый природным антиоксидантом. На выставке компании представляют не только новые линейки товаров, есть здесь и концепты, то, чего еще нет на прилавках. Так изучают спрос. Что это за такой необычный сыр? Вроде как сыр, но почему-то мраморного вида. Да, это сыр с вином, он называется «Винзер». Это наша новинка. На этой выставке мы изучаем спрос, пытаемся правильно сформировать подходы к ценообразованию. Надеюсь, что в ближайшее время это будет визитной карточкой Алтайского края. Фуд-индустрия только кажется стабильной. Сыры, масло, молоко, газированные напитки, крупы – присмотритесь, они не такие, какими были 5 или 10 лет назад. Чтобы выжить, нужно искать новую подачу продукта. Один из крупных производителей мясных изделий на выставке с линейкой мяса, только вегетарианского. 70% покупателей всего нашего ассортимента – это мясоеды, которые хотят просто иногда разнообразить свой рацион. Но продукт совсем не дешевый получается по сравнению с мясом. С вами я тут согласен абсолютно. Он не дешевый, если сравнивать с традиционными мясными продуктами среднего ценового сегмента. Но при этом, если взять наших прямых конкурентов и посмотреть их на полки цены, вы увидите, что конкретно наша линейка, она сильно доступнее, чем то, что есть у наших конкурентов. Человечество сегодня в принципе накормлено. А что ребенок делает, когда наелся за столом? Начинает играть едой. Тот, кто первым этот принцип уловил, заработал миллиарды. Вот эту компанию многие родители недолюбливают, потому что коллекционные игрушки, продающиеся со сладостями, солидную брешь в бюджете могут проделать. Но бизнес есть бизнес, есть спрос, предложение растет. Это мания. Потому что игрушки детям всегда интересны. А если игрушки известного бренда, не производителя, а бренда, того, за кем они следуют, кого они любят, кого они считают своим кумиром, то коллекционирование этих игрушек для них становится манией. Пока игрушки только со сладостями продаются, но есть уже попытки совместить их и с другими продуктами питания. Так что, как знать, не возникнет ли новый тренд скоро. Рудэкспо-2022 выставка, которая фиксирует текущий уровень развития фуд-индустрии и показывает, что будет популярно в ближайшие годы. Поэтому участие в таких мероприятиях для компаний, которые планируют успешное будущее, обязательно. Около тысячи деловых встреч прошло на стенде Алтайского края в дни выставки. А больше контактов – это больше контрактов. Это лучшее представление участников о регионе происхождения торговой марки. В конечном итоге – это вклад в развитие даже не собственного бренда, а бренда Алтайского края. Редактор субтитров А.Семкин